Как Лондон насмешил Брюссель, новый план Британии по выходу из ЕС оказался нечитаемым в прямом смысле. Что пошло не так, узнаем от Светланы Чернецкой. Это очень важный этап переговоров по Брекситу. В Брюсселе британцы представляют свой окончательный план развода. Это внушительный документ объемом почти 100 страниц. Именно эта новая стратегия стала причиной отставки предыдущего министра по Брекситу. Дэвид Дэвис решил, что правительство сдает свои позиции в переговорах с ЕС. Ну а преемник Дэвиса впервые в новой роли приехал в Брюссель. Доминик Рааб заметно нервничает. У него была всего неделя, чтобы вникнуть в этот исторически важный для страны процесс. Все еще есть проблемы, которые нам нужно заполнить, но мы продвигаемся и уже есть прогресс. Я с нетерпением жду обсуждения предложенного нами плана по достижению нового соглашения между Брюсселем и Лондоном. Но совершенно не такой реакции ожидал новый министр. Документ из Лондона стал настоящим посмешищем. Британия специально постаралась и перевела текст на 22 европейских языка, чтобы упростить жизнь партнерам. А те обнаружили в переводах множество ошибок. Хуже всего оказалась немецкая версия. Она пестрит устаревшими и даже выдуманными словами, ошиблись даже в написании названия страны. Польский перевод из-за плохого качества и вовсе удалили. Правда, насмешки звучали только в кулуарах. Перед прессой европейские чиновники остаются профессионально отстраненными. Часы тикают. Мы должны утрясти все детали до октября, когда состоится очередной саммит лидеров ЕС. Осталось не так уж много времени. Всего 13 недель. Европа очень внимательно следит, как Великобритания готовится к расставанию. И видит, согласия по Брекситу нет ни в правительстве, ни в парламенте. Что еще больше усложняет переговоры в Брюсселе. Светлана Чернецкая. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.